Здравствуйте! Это Футбол России, программа о нашем футболе. Совсем немного осталось до старта очередного сезона в России, сезона, который в российской премьер-лиге проведет Воронежский факел. Команда вернулась в нашу элиту спустя многие-многие годы, в тот момент, когда в это было крайне сложно поверить. И вот мы здесь, и вот наш рассказ о том, что происходит в Воронеже. Роман Гурамович, принято про сегодняшний факел говорить исключительно в ремонтно-строительных терминах. Про стадион мы еще скажем, коснемся этой темы. Но вот то, что получилось, сколько здесь было везения, сколько здесь было чудо, потому что когда мы с вами в ноябре, по-моему, или в конце октября в прошлом году тоже в Воронеже разговаривали о перспективах и говорили, что да, задача есть внутренне, мы пока крупно ее не афишируем, но бюджет небольшой, состав хороший, да, но не сказать, что лучший в лиге, и вдруг факел уверенно выходит вместе с торпедой, оттирая встоковой матч Оренбург. Что это было? Это было чудо, это волшебство. Я в чудеса в футболе именно точно не верю, только, может быть, в маленькие чудеса. Поэтому скажу, что везет сильнейшим. И даже если маленькая толика везения была, то, наверное, мы сделали все правильно. Были сильны во всех позициях, не только на поле, я имею в виду, и в организации. И, как мы знаем, организация класс может любой побить. Поэтому я думаю, что нам, может быть, где-то и повезло с учетом других матчей, которые так сложились. Но, опять же, никакие труды в песок не уходят. Поэтому вот то, что мы обсуждали еще в том году, и рассказывали, как мы к этому двигались, и то, с чего мы начинали в 2019 году, когда я только пришел сюда, было проделано колоссальное количество работы с минимальными возможностями. Но человеческий фактор, трудолюбие, я думаю, что и всей команды, и клуба как раз-таки сыграло в том плане, что в самой оконцовке не наш результат с Калининградом, а именно результаты, наверное, других клубов, в частности Оренбурга, они, соответственно, сыграли нам на руку. Но, опять же, как говорится, везет сильнейшим, и проблемы других сильнейших не волнуют. То есть мы этими проблемами других воспользовались, правильно воспользовались, и получили на выходе ожидаемый и желанный результат. Мы говорим с вами на следующий день после первого товарищеского матча «Факела» в этом межсезонье против Ростова. Матч мало кто видел. Счет знают 2-0, и ощущение, что Ростов был старше в классе. Да, уверенно себе, на своем поле, выиграл очень легко. Так, не так. Это еще было сопряжено с логистикой, потому что надо было ехать на поезде, у вас первый тур, второй тур, выездные матчи против Краснодара и против Ахмата. Тоже очень сложно будет добираться. То есть вот то, что произошло, насколько это соответствует возможностям, потенциалу «Факела» на старте сезона? Ну, вы знаете, ничего страшного не произошло. Все игры товарищеские, они на сборах являются товарищескими, как раз для того, чтобы тренерский штаб имел возможность оценивать адекватно игроков и исправлять вовремя те ошибки, которые команда допускает. Начну, наверное, с самого главного, что мы оцениваем реально свои возможности и силы, и ни в коем случае не будем как-то завышенно даже к себе в первую очередь относиться, что чревато, особенно в футболе, в профессиональной деятельности, большими проблемами. Мы прекрасно понимаем, что мы новичок в этой лиге, мы прекрасно понимаем, что конкурировать нам будет намного тяжелее, чем всем остальным, что нам нужно будет адаптироваться к этой лиге, что команда в большинстве своем на 85% сформирована из тех игроков, которые были в ФНЛ у нас. Все ребята практически получили свой шанс и получат в премьер-лиге свой шанс. Мы понимаем, что тренерский штаб у нас тоже достаточно молодой и без большой практики работы в РПЛ. Но мы к этому готовы. Мы, естественно, сделаем все возможное, чтобы не быть мальчиками для битья. Мы точно будем биться. Дальше время покажет. Но, опять же, еще раз повторюсь, мы оцениваем себя реалистично. Поэтому здесь для нас глобально не изменилось ничего, о чем я сказал ранее. Работа, работа и анализ, дисциплина, организация, которая, надеюсь, нам позволит, скажем так, закрепиться и как можно быстрее адаптироваться в этой лиге. С логистикой тоже никто не отменял, но мы, вы знаете, многие, конечно, предпочитают не ездить, играть у себя дома. И мы, как клуб маленький для этой лиги еще на сегодняшнем этапе, конечно же, вынуждены соглашаться и куда-то поехать, потому что к нам сюда не приедут, скорее всего. То есть мы должны уважать старших товарищей, более опытных товарищей. Поэтому логистика тоже, может быть, сыграла свою роль, но мы оценили, что мы в чемпионате будем так же ездить, поэтому ребята будут больше готовы. В ФНЛ мы, в принципе, ездили. Ничего страшного, сели на поезд, доехали до Ростова, на следующий день вернулись. Ничего критического. Мы к этому должны быть все готовы, не только мы, а все команды, потому что логистика достаточно усложнилась. И, наоборот, мы, скажем так, попрактиковались в том ключе, как это будет уже в чемпионате скоро, который стартует в июлю. До сезона осталось несколько недель для дебютного сезона, для «Факела». Вот вы почувствовали, что клуб сразу стал настолько богаче и настолько интереснее, потому что другие спонсорские деньги, другое внимание, ну и... Я пока весь в работе, и, еще раз говорю, не было времени даже отметить выход в РПЛ, потому что прекрасно осознавал тот объем работы, опять же, с ограничением в возможностях. Богаче мы себя точно не почувствовали, мы живем в рамках своих возможностей. Новые спонсоры сейчас, или старые спонсоры, или новые спонсоры, если мы говорим про Лигу, это еще находится все на стадии обсуждения, поэтому я конкретно не могу понять, какое будет распределение на сегодняшний момент. Мы еще этот вопрос не решали. Какие именно суммы будут и так далее, как они будут распределяться. А это все влияет на формирование бюджета. И для нас это львиная часть нашего, может быть, бюджета, который мы еще будем только формировать. Поэтому на сегодняшний день занимаемся всеми организационными вопросами, вопросами стадиона в первую очередь, и не чувствуем себя богачами точно. Вопросами стадиона все-таки на эту тему вышли. Сколько город уже потратил на стадион? Потому что, говорят, просто сумасшедшие сутки. Мне тяжело оперировать цифрами в этом ключе. За клуб могу сказать что-то. Мы тоже много потратили уже. Со своей стороны мы тоже оказываем поддержку. То есть у нас были коммерческие доходы. С пула наших партнеров, которые образовались в ФНЛ, которые с нами все прошли, скажем, невзгоды в ФНЛ и продлились. С этого пула денег, с коммерческой составляющей мы определенную часть тратили тоже, скажем так, на определенные вещи. На обустройство раздевалок, на такие нюансы уже такие неглобальные, может быть. Но на нюансы, которых тоже много. Где-то мы хотим сделать лучше, чем даже, в принципе, проходило бы. Потому что просто понимаем, что в первую очередь команды должны приезжать, чувствовать себя комфортно. И мы для этого сделаем все возможное с учетом совершенно не нового, конечно же, стадиона. И в этом ключе мы тоже ведем работу. За это я могу сказать, что порядка, наверное, 10-15 миллионов рублей мы потратили только со счет клуба. У вас было волнение, допустят, не допустят, факел или уфак? Потому что это тема, в которую глубоко мало кто был погружен, была острой и было фото, было видео стадиона. Причем было снято, показано так, что казалось, что такое проще разрушить, чем вообще ремонтировать. Были какие-то материалы, посты, заметки про то, что, может быть, по срокам, к дедлайну, к этому числу, город, клуб не успеют стадион подготовить для комиссии РФС. Было сообщение, что принятые все клубы, которые вышли в Премьер-лигу, уже в члены РПЛ, в члены РФС. Казалось, что все после этого факел уже на 100% сезон проведет в РПЛ. Последняя, наверное, капля – это выступление президента РФС Александра Дюкова, который сказал, что у него вообще никаких сомнений нет, что стадион будет готов, что он ничем не отличается от других, не новых стадионов, и он на связи с губернатором. То есть все, да, эта тема отсутствует, пустят, не пустят. Мы точно покажем, еще должны будем показать в начале июля те замечания, которые устранены, и до оборудования, которое должно быть на стадионе, присутствовать. Мы его точно еще покажем, и комиссия это своими глазами увидит. На сегодняшний день могу сказать, что никаких опасений нет, потому что буквально сейчас на стадионе в очередной раз был, в десятый за день, как всегда. Вот у нас основные вопросы по новейшим скудам, которые были заказаны, они пришли в полном объеме. Сейчас идет монтаж, идет монтаж уже освещения, и практически на финальный этап выходит реконструкция поля, ну, в таком небольшом формате, а вот именно в тех участках, где нам нужно было его подкорректировать и заменить новой системой полива современной. То есть эти все вопросы, они решаются, оборудование уже здесь, в Воронеже, поэтому у меня нет опасений никаких. Опасения были в самом начале, конечно же, потому что это не ты производишь своими руками и понимаешь, что это зависит от тебя, а все равно есть контрагенты, и профильный департамент, заключая договора с этими контрагентами и с подрядчиками, ты, как бы, ну, понятно, что ты влияешь на эту историю, но могут возникать какие-то проблемы и в логистике также, и в оборудовании. Но, к счастью, тот график и дорожные карты, которые мы предоставили в РФС, она прям практически идет день в день, график в график, да, то есть мы то, что представили, то и так, так и идет, то есть можно увидеть прям по дням, что сегодня уже там произошло это, завтра произошло то. И здесь большое спасибо, конечно же, от клуба и губернатору лично, и профильным департаментам, которые задействованы, и всем подрядчикам, контрагентам, они соблюли свои обязательства, которые взяли на себя в сжатые сроки. И, наверное, это не секрет, что удалось, наверное, по масштабу и по всему, удалось, наверное, там, ну, шестимесячный объем работ сделать там за месяц, за полтора. Но это олдскульный стадион в центре города, который нужно привести, скажем так, в порядок, чем мы и занимались, и занимаемся, и который является достоянием, там, скажем, так, людей, намоленным местом, вот, и он достаточно интересно расположен, еще раз говорю, в центре города. Насколько легко было, вот если можно про это рассказать, ну, включить все ресурсы, чтобы большие деньги, большие усилия, сжатые сроки, чтобы стадион начал реконструироваться под новый сезон. Я понимаю, что с марта, да, была массово, как бы, вот эта идея запущена в реализацию. Осенью вы говорили, что крайне тяжело разговаривать с профсоюзами, они не хотят продавать стадион, они не хотят его ремонтировать, и все это было так очень подвешено. Есть план построить свою арену. Вот как это все складывается сегодня в едином картине? Ну, сегодня, я еще раз говорю, мы объявляли тоже об этом профильному департаменту, как раз-таки области правительства удалось взять под этот стадион, заключить с центральным стадионом профсоюзов договор с профсоюзами о том, что они взяли этот стадион в управление. Соответственно, с этого момента все и началось. То есть идти было к этому, конечно же, тяжело и сложно, есть ряд там юридических нюансов, насколько я, опять же, знаю, могу оперировать этими терминами. Но факт состоялся, и с этого момента, как бы, стадион, находящийся в управлении профильного департамента, стал, это неправильное слово, нет никакой реконструкции, да, то есть реконструкция, она в таком более масштабном смысле употребляется. Это, еще раз говорю, исправление тех замечаний, скажем так, исправление там внешнего вида стадиона, где-то подкраска, где-то что-то, реконструкция, это говорит о том, что что-то реконструируется. Нет, мы ничего не реконструируем, мы просто приводим в порядок стадион, устанавливаем новое оборудование, которое необходимо по тем же скудам, систему доступа, освещению, реконструированы, можно было бы, так сказать, можно были мачты, которые были там покрашены, доделаны и так далее, и сейчас имеют другой вид, и в этом ключе все дальше и продолжается, надеюсь, что мы там до начала июля точно все глобально мы сделаем, и еще как минимум до середины июля уже будут какие-то нюансы, детали, там, подкраски и так далее, и тому подобное осуществляться. Как факел себя видит в премьер-лиге в ближайший сезон на 2-3 сезона, если у вас какая-то программа, потому что мы видим, как изменился Нижний Новгород теперь по РНН, мы видим, как другие клубы пытаются в сегодняшних реалиях, поменявшихся, да, существовать согласно, ну, какой-то, собственно, линии, да, вот все хотят как-то найти себя, свой почерк в сегодняшнем дне, вот что можно сказать про факел? Илья, у факела был всегда свой почерк. Команды с историей, с такой историей, как у факела, это, и которые уходят глубоко в советскую нашу эпоху, да, и постсоветскую эпоху, и сейчас это бренд, это история, и тот почерк, который у самого клуба и у болельщиков есть, он также сохранился, да, то есть сравнивать как-то с другими клубами, особенно которые получили в распоряжении новые арены, современные, от которых все, в принципе, исходит, это и маркетинговая история, это и коммерческие доходы, это, в принципе, и все, да, то есть как бы глобально влияет на развитие клуба. Здесь только мы говорим вот об инфраструктуре, и, дай бог, мы начнем в скором времени уже начатые работы, но более, так сказать, быстрее начнется процесс строительства нового стадиона на 10 тысяч, в Воронеже сейчас уже заливаются котлованы, и делается какая-то работа подготовительная уже, но работы уже начаты. Вот, тогда факел приобретет еще и возможность использовать и вторую арену, что будет дальше с другой, с этой арены в городе, там нужно будет посмотреть реконструкция или еще что-то, как раз-таки это слово употребляя. Что касается своего стиля, мы сейчас сосредоточены на том, чтобы мы, я уже отвечал, наверное, на этот вопрос просто заранее, что мы новички, нам нужно закрепиться, то есть нам нужно дать понять всем, общественности, болельщикам, самому клубу, всем сотрудникам, футболистам, что мы входим в более, так сказать, наверное, такое более профессиональное русло премьер-лиги, где требования намного выше, да, чем были. И этот вопрос адаптации, он, надеюсь, с нашей помощью, с нашим опытом пройдет гораздо быстрее для клуба, по крайней мере, мы приложим для этого все усилия. Мы развиваемся нормально, у нас есть, я не знаю, там, болельщиков очень много, да, они участвуют в разработке, там, бренда одежды, там, наши, да, определенных вещей, которые в магазине будут появляться и так далее. У нас ребята работают над такими ольдскульными граффити, которые появятся на стадионе. То есть мы это тоже, этот вопрос, мы подключаем болельщиков, это и будет наш стиль. То есть футбольный клуб, который с советского времени обладает такой историей, таким брендом и вернулся в РПЛ, это уже само по себе, наверное, скажем так, какое-то отличие. Если говорить, вы сказали про Нижний Новгород, знаете, раскрою какую-то, наверное, может быть, это небольшая тайна, но на нас тоже были попытки выхода о продаже команды, но мы даже разговаривать не стали на эту тему. Мы себе этого позволить не можем, потому что это бренд, это реально то, что болельщики ценят, и я думаю, что общественность никогда не примет условное появление другого названия, да, то есть для них здесь факел — это свято, для воронежцев это для их детей, для тех, кто видел факел в советское время, не так часто, но периодически в высшей лиге, те игроки, которые отсюда выходили и так далее, то есть это история, вот факел — это история. Все говорят про футбольный стадион в Воронеже, имея в виду главную арену, центральный стадион в профсоюзах, на котором играет факел и будет играть в Премьер-лиге, но есть и другой стадион «Чайка», где команда тренируется, где находится офис клуба. Вот здесь, за моим плечом, сейчас воронежцы проводят восстановительную тренировку после недавнего матча с футбольным клубом «Ростов». Команда еще выглядит сыроватой, но так было и этой зимой, когда команда выходила из межсезонья, и тогда мало кто мог поверить, что факел сможет удержать лидерство и пробиться в Премьер-лигу. Олег Петрович, после того, как факел пробился в Премьер-лигу, после того, как команда отдохнула, вы выступили публично с такой очень благодарственной речью в адрес команды, в адрес клуба, всех тех людей, которые вместе с вами шагнули наверх. Но вот эта речь выглядела, ну, едва ли, не как, ну, не знаю, очень зажатым в чем-то, да, в плане амбиции, в плане возможностей. А зажатым спичем казалось, что, ну, вот, будет настолько сложно, что вы даже не понимаете, чего ждет факел в новом сезоне в Премьер-лиге. Действительно ли ощущения отсказаны вами правильно? Действительно ли сезон будет, ну, феноменально сложным? И что нужно сделать факелу, и вам в том числе, для того, чтобы вот эта сказка быстро не закончилась? Потому что всем кажется, что в прошлом сезоне факел прыгнул выше головы. Ну, действительно, мы в прошлом году прыгнули выше головы, потому что, ну, многие, многие сомневались, да, многие, может быть, не верили, как это произойдет, но все-таки это произошло. Но все сделали большой объем работы, и... Но это сейчас уже перевернутый лист. И сложность, сложность от того, что понимание, что мы начинаем с чистого листа, что мы его перевернули, у меня был на второй-третий день после завершения сезона. Я не испытываю иллюзий. Я понимаю, что нельзя жить там, ну, вот мы тот сезон, мы выиграли, и, ну, отлично, мы попали в Премьер-лигу. Сейчас новые реалии. Мы сейчас должны понимать о том, что это быстрый футбол, это публичный футбол. Мы должны быть ментально к этому готовы, помимо того, что и вполне естественные вещи, это там тактика и функциональная готовность команды. И наша основная задача сейчас будет заключаться в том, что мы должны максимально быстро адаптироваться. Потому что любая команда, которая выходит в высший дивизион, она проходит этот этап. И здесь именно наша сейчас задача и цель, чтобы мы воедино слепили команду. Потому что если один может по каким-то своим показателям, да, там, ну, ментальным или там физическим, техническим, он может, допустим, участвовать, другой где-то что-то у него провисает и у него не готов, тогда ничего не получится. Вот наша задача в эту предсезонку именно слепить. Я хочу, чтобы все... Сейчас мы начали сборы, при котором мы потратили его на то, чтобы все понимали, что мы перевернули лист. Мы сейчас начинаем с нуля. А с нуля это всегда, да, сложно, это всегда тяжело. Тем более против команд, которые там есть, гранды и так далее, да, которые много лет играют, команды с именем. Мы хотим адаптироваться как можно быстрее. Есть две философии. У тренеров, у клубов, которые только-только поднимаются в элитный дивизион, кто-то считает, что надо серьезно обновлять состав для того, чтобы прогрессировать и расти дальше, а кто-то, напротив, считает, что нет, да. Вот есть запас в год, может быть, в два, потому что если вы выиграли, то вы выходите с психологией победителя, да, конечно, вы попадаете в новую конкурентную среду, но вы знаете, как выигрывать, и знаете, как бороться вопреки обстоятельствам даже в сложные минуты. Вот факел сегодня, он ближе к какой философии? Ну, мы точно не к философии, когда нужно менять массу людей, потому что, ну, во-первых, это не близко, во-вторых, это, наверное, нелогично, потому что в самую короткую предсезонку делать какие-то ротации, это точно не пойдет на пользу, потому что здесь новые требования, новые взаимоотношения в команде, новые взаимодействия на поле, это все требует времени, и когда один или два, три футболиста попадают в команду, это всегда сложно, это всегда сложно, потому что одни это знают, и для них это вот, ну, как ты учишь, как таблицу умножения, да, другим это в новость, и, а когда в команду попадает еще больше людей, то это, конечно, проблема, поэтому это вообще-то не наша история, большинство агентов звонят и предлагают футболистов, у нас же наоборот, мы отслеживаем, и мы звоним агентам, и я считаю, это путь профессиональный, так должно быть. У вас карьера удивительным образом развивается в последнее время, вы, ну, в силу объективных финансовых причин, вместе с Аранском простились в ФНЛ, отправились в ПФЛ, и вы в то же время вместе с Факелом поднялись в Премьер-лигу, сделали то, что никто из ваших предшественников не мог сделать, о чем город мечтал, ну, не один год там, даже не один десяток лет. В сегодняшнем дне, когда у нас работает в Тремьер-лиге только один тренер, который выиграл чемпионат, когда не работает старшее поколение, которое было самым авторитетным, которое держалось вместе, и молодой тренер, любой, приходя в элитный дивизион, чувствовал, наверное, что он находится на некотором другом полисе, на отдалении. Вот сегодня, когда есть Бродюк в Тремьер-лиге, который вернулся к тренерской работе после большой паузы, когда есть Гаранин, который засветился публично для массовой аудитории совсем недавно, когда есть Василенко, человек, который сделал невозможное и из ФНЛ поднялся наверх. Каков сегодня, с точки зрения конкуренции, возможностей российский тренерский мир? Вот насколько легко или насколько сложно в нем на что-то претендовать? Большинство и очень много моих коллег, они очень интересные, очень умные люди. И у них очень много идей, с ним всегда сложно. С ними интересно беседовать, и сложно играть. И поэтому я думаю, что от этого мы только будем выигрывать. Потому что понятно, что мы все разные. Понятно, что у нас разный взгляд на футбол и управление командой. И у нас разные футболисты у всех. Но тем не менее, я считаю, что мы должны от этого выиграть. Мы должны, наоборот, обогатиться. Потому что вот даже в ситуации, в которой сейчас, допустим, мы оказались, российский футбол, да, и уезжают иностранцы. Ну, уехали в том году иностранцы из премьер-лиги. И я считаю, что это новые возможности. Я считаю, что мы должны перезагрузиться и развивать то, что у нас есть. Мы можем и должны поспорить с тем, что иностранные специалисты, которые приезжают к нам, что они должны, ну, что у нас есть уровень. И что мы можем тренировать не хуже вообще, как минимум. У вас есть опыт работы в премьер-лиге. Вы, в общем, разный опыт. Вы были ассистентом в штабе Гусс Хидинка, работали с Великим Голландцем. Вы работали в качестве главного тренера в Урале. И вот сейчас вы третий раз идете в премьер-лигу. Кто такой сегодня тренер Василенко? С чем он идет в премьер-лигу? И, ну, что вас там ждет? Как вы думаете? Ох, нас ждет сложный, но интересный процесс. Потому что когда сложно, вот тогда это интересно, это драйв определенный. И это классно. Тренер Василенко от сейчас и тогда, когда он был, это просто опыт. Я скажу, что это опыт. Потому что когда я работал в Урале, это была такая, ну, наверное, авантюра тренерская в плане идей. В плане идей. но это был колоссальный опыт. И самый колоссальный опыт это был Ванжи. Я благодарен Гусу Хидингу, потому что он для меня величина вообще в тренерском, в тренерском смысле и в человеческом. Потому что он нам дал опыт, всем нам дал опыт в тактическом плане, в человеческом плане, в плане взаимоотношений, управления коллективом. Ну, вот такого ты не встретишь. Ты можешь ездить на стажировке, видеть какие-то вещи. Но когда ты это окунаешься, ты если это принимаешь, видишь эти тонкости, то это помогает тебе расти и развиваться. Последний вопрос. Вы говорили, как и некоторые ваши коллеги, что вам близки идеи Юргена Клопа, близки идеи, которые исповедует на поле Ливерпуль с точки зрения агрессии футбольной в первую очередь. Команда, игроки, которые есть сейчас под вашим руководством, они готовы, на ваш взгляд, уже сейчас соответствовать этим идеям применительно к элитному дивизиону, где будет другой уровень сопротивления, где будут другие соперники, где будет другой прессинг и другое внимание. Именно над этим мы и работаем, потому что мы в это верим. Мы это пробовали, оттачивали в ФНЛ, мы это пробовали и оттачивали в предсезонной подготовке, потому что мы встречались специально с командами Премьер-лиги, и для нас было важно встретиться с сильными соперниками. И сейчас мы надеемся, что так и будет. Мы не хотим отходить от нашей философии, потому что она приносит плоды. Мы понимаем, как мы будем играть. Безусловно, что против нас будет, это же не 7-минутная игра, как на сборах, или как команда из ФНЛ встречается на кубах с командой Премьер-лиги. То есть это не один матч. Очень важно это сделать систематически, очень важно это сделать из матча в матч и под тяжелейшим давлением, может быть, это когда-то будет получаться неудачно. Но я уверен, что мы хотим, чтобы это получалось у нас удачно как можно чаще, как можно быстрее. Именно это нам поможет вот шаг за шагом, шаг за шагом в стабильность. Как только вот это будет стабильность, то есть мы будем считать, что это адаптация. Тогда это будет следующий шаг. Факели не только чтят историю и реконструируют спортивные, футбольные объекты, но и думают о будущем. Вот за моей спиной два автобуса. Один был всегда, на нем ездила команда, но совсем недавно точно такой же автобус купили и для детей, которые удачно уступают в своих возрастных группах, чтобы они с детства уже чувствовали себя частью Воронежского футбольного клуба. Это был Футбол России из Воронежа. Мы не прощаемся. Увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова